Как вершили справедливость на просторах Великой Степи? И как современным конокрадам удается угонять целые табуны? А вот сейчас и разберемся. Табунные лошади. Они привыкают к свободному выпасу, и любые попытки обычного человека просто приблизиться к ним, неизбежно заканчиваются провалом. Если подобное пытается сделать неподготовленный человек, то ничего у него не выйдет. К тому же все может закончиться для бедолаги очень печально. Нередки случаи получения тяжелейших травм и даже гибели в таких ситуациях. У монголов, казахов и других степных и кочевых народов поимка лошади из табуна – привычное дело. Эти навыки формировались сотнями лет и отточены до совершенства. Барымта В переводе с казахского – положенное мне. Один из старейших законов у кочевых народов. Так называется захват чужого скота, вещей, вообще чужой собственности. Как возмещение за неуплаченный долг – Калы, Маиб или Кун. Выкуп за невесту, например. А объектом Барымты с давних пор, как правило, становились именно лошади. К примеру, сильный своим родом человек украл невесту без предварительной договоренности и без уплаты Колыма ее родителям из более слабого рода. Тогда оскорбленная сторона по решению общего сбора шла на осознанный отъем имущества, угон скота у обидчика. Участие в таком деле считалось наивысшей доблестью. А отказ от Барымты был признаком трусости. По закону степного сообщества, барымтачи в течение трех дней с момента совершения деяния должны были извести другую сторону, что отъем имущества затеянными за конкретный проступок. Иначе барымта считалась воровством. Иногда подобные события становились поводом для развязывания конфликтов. И даже воин. Но чаще всего для разрешения спора стороны садились и вели переговоры. И после уплаты положенного возмещения происходило примирение. А остальной барымтованный скот или имущество возвращалось его хозяевам. В наши дни барымтачами называют обычных конокрадов. Видимо, из романтических ей оправдательных соображений. Никакого благородного возмездия в их действиях сегодня уже нет. Преступники, сами, кстати, отличные коневоды и наездники, вероломно совершают набеги и угоняют десятки голов лошадей для последующей перепродажи, живьем или просто режут их на мясо. Великолепное знание повадок лошади помогает им в этом темном промысле. Барымтачи некоторое время изучают приглянувшийся табун, отмечая для себя маршрут его передвижения и время, когда лошади находятся без присмотра табунщиков. Обычно раннее утро. При себе, как правило, в багажнике сопровождающего их авто у них всегда находятся арканы, пара удобных сёдел и уздечек. Выбрав удобный момент, один из конокрадов подходит к косяку. В руках, одну из которых с куском верёвки, он прячет за спиной, у него обычно горсть овса, запах которого так сладок для любой лошади. Кобылы ведут себя очень осторожно и никогда не подпустят к себе не только незнакомца, но и любого другого, даже знакомого человека. А вот вожак-жеребец всегда встречает первым опасность. Он смел и любознателен, ведёт себя уверенно и может дать подойти к себе на расстоянии вытянутой руки. Этого достаточно опытному коневоду, чтобы прихватить его за гриву на шее, а затем и саму шею. После этого ему не составит большого труда обвить морду коня арканом, сделав наскоро из него уздечку. Ездить без седла может любой мальчишка в степи, где нет велосипедов или самокатов. Барымтачи преодолеют десятки километров на неосётлённой лошади, подгоняя и удерживая группой весь косяк. Кобылы послушно будут следовать, куда ему укажет их айгр. Затем, для удобства, на пару лошадей будут наброшены седла и скот угоняется уже на довольно большое расстояние, иногда до нескольких сотен километров. Есть ещё один способ угона лошадей, которым также пользуются конокрады. В район, откуда планируется кража, вывозится очень сильный физически и с дерзким характером айгр. Он в удобный момент выпускается в приглянувшийся косяк. Между ним и местным жеребцом происходит стычка за право владения кобылами. По её итогу поверженный жеребец изгоняется, а кобылы, видя это, принимают своего нового вожака. Он, в свою очередь, гонит весь косяк к своему дому, откуда он был ранее привезён. Подобный сценарий очень удобен на случай разоблачения, так как барымтач всегда может сослаться на природные качества и дерзать своего жеребца айгра. Да ещё и пристыдить в слабости того неудачника, у которого был отнят этот косяк лошадей. Любой народный закон ставит своей целью справедливое возмездие, если неоткуда ждать помощи оскорблённым и униженным. И в наши дни случается, что люди вынуждены идти на отчаянные поступки, дабы восстановить справедливость. Не находя её в светских законах. Возможно, поэтому так сильна память о барымте и многих других степных обычаях. Прощаюсь с вами, друзья. Жду ваши искренние комментарии на тему «Барымта – что это? Обычное конократство или справедливое возмездие?» Присоединяйтесь к каналу. Всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова